Думаю, что это действительно такая разведка боем. Безусловно, это как-то, ну как уже говорили, были обращения Легиона Свободной России, Русского Добровольческого Корпуса и Сибирского батальона, что они говорили о том, что мы идем на выборы, вот мы показываем, как надо голосовать, и естественно, это голосование, вот это реальное голосование против Путина. Понятно, что это не, так сказать, какое-то масштабное вторжение. Явно сил людей, которые участвуют в этой операции, недостаточно для того, чтобы совершить какие-то серьезные изменения внутри России. Ну, это важная история. Это вот то, что называется возможная какая-то репетиция чего-то большего. Я считаю, что очень неплохо, что вот эти три подразделения, состоящие из российских добровольцев, Легион Свободной России, Русский Добровольческий Корпус и Сибирский батальон, насколько я понимаю, они действуют согласованно. Ну, может быть, это вот как раз некий, так сказать, пролог к созданию российской освободительной армии. Ну, по крайней мере, это, ну вот я уже говорю, что это разведка боем. Причем речь идет о том, что это же не одиночные какие-то вещи. Параллельно наносятся удары дронами по нефтехранилищам, по заводу Северстали. Ну да, речь идет о нефтехранилищах. Это достаточно важная история, потому что нефть – это кровь войны. Помимо этого, наносятся удары по Северстали. Это, ну, здесь я, честно говоря, не очень понимаю, это довольно далеко. Это все-таки Вологодская область, Череповец, и это очень далеко. Я не уверен, что это долетело с территории Украины. Здесь, ну, по крайней мере, естественно, у меня нет никакой эксклюзивной информации, каким образом вооруженные силы Украины нанесли этот удар. Но это много. Я затрудняюсь сказать точно, сколько километров, но явно это превышает любую дальность из известных летательных аппаратов, которые находятся в распоряжении Украины. Не исключено, что этот удар нанесен какой-то группировкой с территории России, что тоже, в общем, достаточно такая вот важная деталь. В любом случае, война, вот если суммировать все то, что происходит, и уничтожение, так сказать, аэродромов, уничтожение самолетов российских, война постепенно, периодически приходит в Россию. Это, мне кажется, очень важный поворот. Вот третий год войны, война приходит в Россию. Она и раньше ходила, что называется, в гости в российские регионы, но сейчас это происходит уже систематически. И я думаю, что вот третий год войны, 2024 год, это будет год, когда война вряд ли закончится. Это крайне маловероятно, учитывая все обстоятельства. Но, по крайней мере, война будет переходить на территорию России. И, безусловно, Украина не будет зеркалить тактику россиян, тактику путинского фашистского рейха и не будет бить по мирным гражданам. Но военные объекты на территории России будут под ударом. И вот это, мне кажется, самое важное. Возможно, это самое главное отличие третьего года войны от двух предыдущих. Еще раз, подавляя итоги, что произошло сегодня, эффективный удар беспилотника по российским нефтезаводам и нефтебазам. Особенно в Нижнегородской области, Лукойл, это 5% нефтепереработки Российской Федерации. Полностью выведена из строя установка, перерабатывающая 53% нефти, обрабатывающая предприятием. То, что часто говорят эксперты, когда мы видим возгорание резервуара от Воленова и вот этот черный дым, который не удается потушить в течение многих часов, это для картинки действительно очень эффективно, но не столь эффективно по последствиям. Ну, сгорело там энное количество тонн нефти, это не беда, это капля в море. А вот нефтеперерабатывающие предприятия, это очень серьезно. И это действительно асимметрично, учитывая, сколько стоит этот летательный аппарат. Пару десятков тысяч долларов максимум и десятки миллионов долларов. И огромное количество времени для того, чтобы отстроить этот объект. Ну, и вот разведка Британии говорит о том, что удар по веззаводу с А-50, это уже произошло пару дней назад, свидетельствует о том, что Украина способна достигать стратегических объектов в Российской Федерации. Все очень хорошо, но вот, знаете, это меня опять относит к такому рефрену, который я постоянно слышу от Юрия Фельштинского, известная историка, и вы, наверное, тоже знакомы с его тезисом о том, что только удары по Москве могут как-то всколыхнуть российское общество с его выученной такой беспомощностью. Согласны ли вы это, когда мы говорим в контексте того, что да, война и перекидывается на территорию Российской Федерации, но Россия огромная, и все-таки Белгородская область, это не Москва? Вы знаете, тут, да, я с большой симпатией отношусь к Юрию Фельштинскому, вот, имел удовольствие с ним познакомиться лично недавно во время форума «Свободная Россия» в Вильнюсе, но я должен сказать, что это не первый случай, когда я немножко расхожусь с ним в оценках, потому что вопрос целеполагания, да, я согласен, что информационная, не только финансовая, не только государственная, но и информационная столица России – это Москва, и удары по Москве, конечно, имеют резонанс. Вопрос целеполагания, вот резонанс в чем? Ну, понимаете, мне представляется, что Украина сейчас все-таки отошла от пиар-акций, и она занимается уничтожением реального потенциала, боевого потенциала России, потому что смотрите, что делается. Ну, давайте просто перечислим, что являются объектами ударов украинской армии. В значительной степени перестал существовать Черноморский флот. Это не Москва, согласитесь, но уничтожение кораблей Черноморского флота привело к тому, что резко повысилась безопасность Одессы, Николаева и других черноморских городов Украины. Это полезная работа. И в значительной степени несколько возросла уязвимость Крыма. То есть, вот пункт первый, Черноморский флот, не Москва, но эффективно. Второе, уничтожение определенного вида самолетов, которые, прежде всего, самолетов-разведчиков. Это важно, это невосполнимые потери. Это не Москва, но это очень эффективно. Удары по, значит, нефтеперерабатывающим заводам. Кровь войны, нефть – это кровь войны. Значит, не Москва, но эффективно. Дальше, удары по металлургическим заводам. Северсталь, Череповец, Липецкий металлургический завод. Удары по этим заводам в какой-то перспективе выходят из строя домным. И фактически, если нефть – это кровь войны, то сталь, металл – это, так сказать, основная пища войны. Поэтому это тоже сказывается. Поэтому, понимаете, мне кажется, что Украина сейчас ставит свою задачу и уничтожение реального военного потенциала России. Удар по Москве – это пиар-акция в значительной степени. Да, конечно, если речь идет, мы сейчас, если не берем в расчет уничтожение главного военного преступника, Путина, но это совсем отдельный разговор. К чему это может привести, почему этого не делается – это совершенно отдельный разговор. А все остальное, удары по Москве, действительно вызывают резонанс. Вопрос какой? Вот я не уверен на 100%, что, например, попадание беспилотника или ракеты в многоквартирный жилой дом в Москве вызовет нужный эффект. Вот я в этом не уверен. В значительной степени, опять-таки, если речь идет именно о таких вот резонансных ударах, то это, ну, в значительной степени приведет к обратному эффекту. То есть и международная поддержка Украины может снизиться, потому что, опять-таки, ребят, вы, так сказать, чем вы тогда отличаетесь? Эти бьют по Харькову постоянно, разрушают жилые дома. Вы бьете по Москве, разрушаете жилые дома. Да, ну, понятно, кто первый начал, тот виноват. Но, тем не менее, это даст аргументы противникам Украины. Ну, и, кроме всего прочего, я очень сильно сомневаюсь, что это произведет нужный Украине эффект в самой России. Это как раз будет инструментом пропагандистской работы и, так сказать, может даже увеличить мотивацию в составе оккупационных войск. Поэтому, если подытожить вот мое отношение к идее Фельштинского, я думаю, что Москва с точки зрения, так сказать, законных целей, она ничем не отличается от других городов. То есть в Москве тоже есть законные цели, в Москве есть военные предприятия. Значит, они должны быть законными целями вооруженных сил Украины, но не более того. То есть, опять-таки, идея Фельштинского, я ее хорошо понимаю, и с первой частью этой идеи я согласен, что Москва – это действительно информационная столица, и все, что происходит в Москве, является очень резонансными событиями. Но, мне кажется, Украина отошла от, так сказать, не ставить в своей задачи пиаровские акции, а ставить в своей задачи реальное уничтожение военного потенциала России. А он не только в Москве. Игорь, нужно сделать небольшую такую вот сноску и еще раз сообщить нашим зрителям, что Генштаб ЗСУ всегда настаивает на том, что официальная позиция и политика Украины – это конструироваться на ликвидации исключительно военных объектов на территории врага, и ни в коем случае не гражданских. Это нужно повторить. Ну и еще вот ситуация с Илом-76 тоже передают, что в Иваново над Северным аэродромом сгорелся самолет и резко пошел на снижение. Предварительно 8 членов экипажа и 7 пассажиров погибли. Еще раз напоминаем, военный самолет, и это подтверждено уже Минобороны Российской Федерации. Уже есть версии того, что и тут могло не обойтись без диверсии. Но так или иначе, даже если не есть диверсии, то, наверное, это уже такие первые ласточки санкционного режима, когда, по сути, уже российский ПК не справляется с производством и с ремонтом на должном уровне, собственно, своей техники. Ну да, я думаю, что уничтожение авиации, уничтожение Черноморского флота, уничтожение стратегических объектов – это как раз и есть тот асимметричный удар, который Украина наносит. Потому что в условиях, когда действительно на поле боя Украина очень значительно уступает по боеприпасам, по живой силе, по технике, в этой ситуации именно асимметричный удар. То есть классическая битва Давида с Голиапом, когда, так сказать, просто в прямом столкновении, так сказать, довольно трудно конкурировать. Ну а вот асимметричный удар – проща. Как раз классический вариант проща Давида. Что, собственно, Украина и делает. Давайте еще раз поговорим о том, как вы понимаете роль Папы Римского, насколько он может быть влиятельный, и можно ли опять-таки связать это с тем, что произошло в Голливуде, что все-таки Запад хочет побыстрее забыть или сделать вид, что никакой войны у нас уже не идет. Давайте сначала разберемся с географией. Что такое Папа Римский и где он находится? Да, действительно, географически Папа Римский находится на территории, государство Ватикан находится внутри территории Италии, внутри Рима, это правда. Но если брать в целом католический мир, то его центр давным-давно переместился из Европы в Латинскую Америку. Очень бурно развивается католичество в Африке, но во всяком случае в некоторых азиатских странах, но во всем случае точно Европа уже не является центром католического мира. В какой-то степени, в какой-то степени то, что заявил Папа Римский, отражает позицию не европейских стран, а отражает позицию Латинской Америки, Африки и других стран, где находится основная часть католической паства. То есть мы понимаем, что в Латинской Америке не такое отношение к этой войне, не такое отношение к Украине, как в Европе. Поэтому в какой-то степени одна из причин действия Папа Римского, слов Папа Римского, я уж не буду брать как раз фантастически, так сказать, лукавую и лицемерную, довольно подлую форму, в которой он облачил эту мысль. Там сдаться, белый флаг и так далее, поражение какое-то, откуда-то взялось поражение Украины, которого близко нет. В какой-то степени, может быть, это результат подачи журналиста. Швейцарская телекомпания, которая брала у нее интервью, там вот эти слова про белый флаг, про поражение, про смелость поражения и так далее, заложил в своем вопросе журналист. И я, как человек, который и брал многожды сотни интервью, и давал сотни интервью, я знаю, что, в принципе, конечно, человек, который отвечает на вопрос журналиста, обязан корректировать сам вопрос, то есть, как бы, не должен находиться в плену этого вопроса. Он должен, так сказать, сказать, нет, простите, какой белый флаг, о каком белом флаге вы говорите. Франциск в данном случае пошел на поводу у журналиста. Это не оправдание его, это просто объяснение того, что он в данном случае проявил себя как слабый политик. Второе, это вот, на мой взгляд, главное, это то, что католицизм сегодня, это не столько и не столько европейское явление. И, в общем-то, осудили-то эту позицию. С некоторых пор, ну, Германия изначально была в основном все-таки, культура Германии основана на протестантизме, но через последнее время все-таки католиков в Германии больше. Больше, просто количественно. Поэтому можно считать с некоторыми оговорками Германию католической страной. Так вот, политики Германии, ФРГ, осудили Папу Римского. Осуждение было со стороны очень многих католиков. Поэтому я думаю, что в данном случае Папа Римский не выражает мнение Запада. Что касается его заявления, ну, да, это просто вот факт, я думаю, что это просто факт в биографии этого человека, который, который, так сказать, в истории католической церкви было очень много разных понтификов. И, в частности, Иоанн Павел II, например, это совершенно другой человек, который вошел в историю как человек, который изменил католическую церковь. И, действительно, это очень сильный религиозный лидер, духовный религиозный лидер. Мы помним, какую роль он сыграл в освобождении Польши, ну, и в целом ряде других вещей, которые действительно заставляют относиться к нему с огромным уважением. Ну, а здесь вот мы видим вот этого Франциска, человека, который, ну, в известной степени, что называется, испортил свой некролог. То есть то, что я не думаю... Я еще раз подчеркиваю, что я думаю, что это не возымеет какого-то воздействия на ситуацию. Это, скорее, факт в его биографии, не более того. Ну, а вот то, что я сказал по поводу голливудской церемонии, что, знаете, и до этого вообще было очень сложно пробиться с украинской тематикой в Голливуде. И тут тоже контраст определенный с тем, как все-таки церемония награждения семьи Навального показали, тот же Дисней, а вот то, что вот фильм «Мариуполь», «20 дней в Мариуполе» не показали. Опять-таки тут не с целью демонизировать успехи команды Навального и то, что они это заслужили, да, но вот просто среди украинской публики, в том числе комментирующей в соцсетях публики, вот это вызвало, ну, минимум, можно сказать, недоумения. Ваша версия произошедшего? Ну, моя версия очень простая. Мир очень неоднороден. Согласитесь, что решение, значит, Американской киноакадемии, а Американская киноакадемия – это самая влиятельная, значит, самая влиятельная организация в киноиндустрии, она сделала свой выбор, значит, она присудила Оскара вот этому фильму. И это важно, и это существенно. А то, что там кто-то не показал этого, я думаю, что это тоже, в общем, это вторично. Да, безусловно, это отвратительно, это такой достаточно неукрашающий эту организацию факт. Но самое главное, что Оскар-то все-таки этот фильм заслуженно получил. И этот фильм – это не только факт киноискусства, это очень сильное политическое высказывание, благодаря которому на сегодняшний момент то, что произошло, вообще слово «Мариуполь», оно вошло в один ряд со словами «Бабий Яр», «Сангми», «Сребреница». То есть он вошел в один смысловой ряд с какими-то чудовищными фактами злодеяний, преступлений против человечности. То есть на самом деле, мне кажется, что событие, которое произошло, вот Оскар этому фильму, это событие настолько важное, что его не может омрачить какие-то глупые и, так сказать, крайне неприятные поступки людей, которые отказались транслировать это. Мне кажется, главное событие, и на него важно фиксироваться. Ну а то, что кто-то пытается, кто-то пытается, так сказать, замазать это, не показать и так далее, ну это тоже такие мелкие глупости, мелкие гадости, которые не должны наше отношение к происходящему, резко позитивное отношение к происходящему, каким-то образом омрачать. Игорь, вот еще одна интересная новость о том, что спутниковые снимки зафиксировали масштабное расширение военных кладбищ в России. Количество захоронений на кладбищах, связанных с элитными подразделениями Минобороны России и группой наемников Вагнер резко возросло после начала войны в Украине. Об этом пишет The Telegraph, британское издание. Например, только на одном участке Тульского кладбища количество могил выросло в четыре раза в период с октября 2021 по апрель 2023. За это же время на соседнем Богородском кладбище появился совершенно новый участок, который увеличился втрое. Также на снимках видно значительное расширение ближнего кладбища недалеко от Феодосии в аннексированном Крыму и Михайловского кладбища рядом со Ставрополем. Оба связаны с 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизией, которая воюет в Украине с самого начала российского вторжения. Видите ее сейчас на экране. Ее войска принимали участие в наступлении на юге под Херсоном и Николаевым, где и понесли огромные потери. Игорь, ну вот Путин пытается навязать сейчас обществу, что идея умереть за родину, это не только похвально и героическое деяние, но и финансово абсолютно оправданное решение. Вот Вячеслав Иноземцев даже это характеризовал, такой вот, знаете, экономика смертей, то есть как самое, наверное, выгодное предложение для широких масс, живущих в бедных частях своей необъятной родины. Или же все-таки, как вы считаете, люди просто не понимают масштабы происходящего, от них это скрывают, и поэтому и, собственно, нет роптания в народе, нет этих бунтов, о которых мы думали, на которые мы надеялись в самом начале войны. Вы знаете, вы подняли несколько тем, давайте попробуем по очереди их как-то раскрыть, хотя бы коротко. Вообще, в целом, некрополитика, которой занимается Путин, которую он ведет достаточно последовательно, она, безусловно, имеет определенные основания, она находит отклик. Прежде всего, потому что, первое, это цена человеческой жизни в России крайне невелика. В отдельных случаях она близка к нулю. И это не вчера появилось, это знаменитая политика Советского Союза во Второй мировой войне, когда заваливали трупами врага, не считали. Это политика, в которой, значит, не принято было считать убитых, то есть на протяжении десятилетий просто вот от фонаря менялась цифра погибших во время Второй мировой войны, в то время как немцы считали с точностью до человека. И каждого могилу, каждого убитого стремились захоронить, ухаживать за этим. Я сейчас немцев не как пример, а просто как альтернативу. Ну, то же самое с американцами, с англичанами. То есть, на самом деле, принципиально разные отношения к смерти. В России, еще раз подчеркиваю, жизнь человеческая очень мало ценится. Но, с другой стороны, в условиях, когда человек, получающий зарплату 30 тысяч рублей, оказывается, значит, ему предоставляется возможность получать 200 тысяч рублей, это, конечно, совершенно другая ситуация. Мало того, в случае его смерти родные получают миллион. Это совсем какие-то фантастические, немыслимые, баснословные, сногсшибательные цифры, ради которых люди идут. Значит, отсутствие информации, непонимание того, что, в принципе, что называется, в гробу карманов нет, и с собой эти деньги человек унести не сможет в случае своей гибели. Ну, здесь отсутствие воображения, отсутствие аналитического мышления, каких-то причин, установления причинно-следственных связей. Это в значительной степени результаты того зомбирования, которое происходит сегодня в российском обществе. Потому что, вот то, о чем мы сегодня с вами говорили, вот эти удары по городам российским, какие-то успехи украинской армии, уничтожения Черноморского флота, и в целом количество потерь в российской армии, это же все не показывается по телевизору. Об этом просто люди не знают. Те люди, которые идут за 200 тысяч рублей ложиться в украинский чернозем, эти люди не знают о том, сколько до них было. И это в том числе одно из условий успешной некрополитики. Поэтому я думаю, что в конечном итоге Путин, вот эта некрополитика Путина, значит, она достаточно эффективна. Люди идут за... И, по сути дела, понимаете, здесь же еще и безысходность, потому что, а за что еще люди могут сражаться в российской оккупационной армии? Украинцы, понятно, они защищают свою землю, потому что другой Украины для них нет. Поэтому, понятно, понятно, мотивация людей, которые отстаивают свою землю. Значит, можно, конечно, сколько угодно рассказывать россиянам, что они защищают Россию в этой войне. Но в конечном итоге, ну, просто, до такой степени зомбировать, чтобы человек не понимал, что, находясь в Украине, он защищает свою землю, находящуюся там в десятках тысяч километров от него, ну, уж до такой степени зомбировать сложно. Поэтому, в принципе, мотивации нет. Мотивация только деньги. Поэтому, практически, российская оккупационная армия это армия наемников.